Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Молотов-Калашников. Спирин рассказал также о текущей финансовой ситуации на заводе, отметив, что она стабилизировалась. Если в прошлом году предприятие реализовало продукции на 882 миллиона рублей, то в этом году прогнозируется увеличение показателя на 37%. Это стало возможным благодаря росту выпуска гражданского и спортивно-охотничьего оружия. Выручка от реализации продукции увеличится более чем в два раза по отношению к предыдущему году. Кроме того, по словам Спирина, в рамках программы по реструктуризации производства на предприятии должно освободиться несколько корпусов, и завод готов передать часть зданий для промпарка в Ядских Полянах. Программа Экономика. Григорий Гусельников приобрел контрольный пакет акций Латвийского банка. Приседатель Совета директоров Ядкобанка подтвердил завершение сделки по покупке 50% и одной акции Норвегбанка, одного из крупнейших банков Латвии. Сумма сделки и ее условия не разглашаются. Как пояснил бизнесмен, экономика Латвии в настоящее время растет, а вступление страны в зону евро с 1 января следующего года даст банку возможность работать без ограничений во всей еврозоне, отметил Гусельников. Экономика. На 101 ФМ. Рентабельность организации в области в январе-сентябре снизилась, отмечает Кировстат. По данным статистики, с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, получено 6,5 копеек прибыли. В прошлом году этот показатель равнялся 8 копеекам. На снижение рентабельности повлияло уменьшение почти на 30% прибыли от продаж и рост на 13% затрат на производство товаров, работ и услуг. Ниже среднего уровня по области показателей рентабельности у строительных и торговых организаций, гостиничного и ресторанного бизнеса, учреждений образования и других. В организации сельского, лесного, хозяйства, транспорта и связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг напротив, рентабельность выше среднеобластного показателя. Экономика. Кировская область заняла второе место в рейтинге регионов по созданию бизнеса в рамках программы «Ты приприниматель», участниками которой в прошлом году стали 10 тысяч человек, а в регионе было создано более 90 действующих бизнесов. Об этом сообщает газета «Бизнес новости». В 2013 году в программу были внесены изменения. Добавлен проект «Право на бизнес-агра», связанный с сельским хозяйством и переработкой продукции. Принять участие в программе могут молодые люди возрасте от 18 до 30 лет. Победители получат возможность льготного кредитования под 5,5% годовых. По словам руководителя бизнес-инкубатора Льва Шварцблата, в будущем этот займ может стать беспроцентным. Курс валют, по данным Центрального банка, на 25 декабря доллар сегодня стоит 32 рубля и 63 копейки, евро – 44 рубля и 65 копеек. Светлана Дельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова